Рада приветствовать всех подписчиков и гостей моего парфюмерного канала. Добро пожаловать, ребята! Сегодня мы поговорим с вами о ноябрьских ароматах, о ароматах, которые я носила на прошлой неделе, поэтому этот обзор я назвала ноябрьский week rotation, то есть недельная ротация ароматов с понедельника по воскресенье. Я надеюсь, этот обзор вам понравится. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайк под видео. Ну, если вы еще не подписаны на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь. Приятного просмотра! Было бы здорово, конечно же, делать такой обзор каждую неделю, но уже знаю наперед, ребята, что за неимением достаточного количества свободного времени, порой мне трудно снимать даже раз в неделю, такого типа обзор буду делать иногда. Надеюсь, раз в месяц, если вам понравится, если он вас заинтересует. Я обычно подготавливаю себе какое-то количество ароматов на неделю, пытаюсь выбрать из разных категорий ароматов, из разных направлений. Очень люблю этот пятиминутный процесс выбора, получаю от него какое-то неописуемое удовольствие каждый раз, как в первый раз. Я обычно не меняю парфюм в течение дня, обновляю его несколько раз, если в этот день не работаю. Да, крайне редко случается поменять парфюм на вечер, если у меня запланировано какое-либо мероприятие. У меня нет абсолютно никакого правила, что и в какой день нужно носить. Абсолютно нет, кроме воскресенья. В воскресенье такое правило есть. В воскресенье я всегда разнашиваю пробники либо от Леванты понравившегося мне аромата, чтобы уже окончательно решить, нужен ли он мне в коллекции или нет в полном размере. Итак, понедельник, начало рабочей недели. Хорошо бы начать неделю со структурирующего аромата, ребята, аромата, который придаст тонуса, бодрости, особенно для тех, кто работает в понедельник, чтобы получить такой вот парфюмерный заряд и чтобы понедельник не казался таким травматичным. И, как мне кажется, сюда очень хорошо подходит аромат Уд Дужур, дневной Уд бренда Амур Уд. Он был в общем в 2016 году парфюмер Клод Дир. Считаю, что это прекрасная Удовая композиция, особенно если с Удом ваши отношения пока что на вы. Абсолютный унисекс. Из флакона, ребята, очень хорошо слышно аромат малины. Стартует же немного перечным шафраном. Малину, как таковую, мой нос не считывает, но раз шафран такой вот мягкий, обволакивающий, однозначно есть что-то фруктовое, не знаю, ягодное, либо цветочное, которое сглаживает яркость шафраном. В раскрытии очень хорошо слышу ноту изобутилхинолина. Это синтетическое душистое вещество, которое передает именно запах, аромат кожи. Пироид Миди вообще не заявлен, но я хорошо очень помню с курса эксперт парфюмерии, когда мы изучали ноту изобутилхинолина, чтобы как-то ее определять при слепых затестах, у меня была такая ассоциация этой ноты именно с каким-то лакокрасочным цехом. Поэтому здесь я, у меня тоже есть такое вот ощущение. Удовая база, очень красивый, ненавязчивый уд вместе с цветочной частью. Аромат статусный, под брючный костюм, как мне кажется, и не только. Но вообще этот аромат рисует мне женщину в деловом брючном костюме, почему-то вот с очень серьезным характером. Кто пробовал, кто знаком с этим ароматом, пишите ваше мнение, что о нем думаете. На фрагрантике много разных мнений от Вау да Фу, но я просто в восторге от этого аромата. От Дужур от Амрут. Далее, ребята, вторник. И аромат, который я носила во вторник, это французский бренд Любен. Аромат называется Кизмет. Он был в общем в 2016 году. И парфюмер, кажется, Томас Фонтейн. Дело в том, что это современная версия существовавшего более века назад аромата, одноименного аромата. Этот аромат был посвящен восточной женщине-шпионке. Как я сказала, несколько раз этот аромат пересматривался, каждый раз разными парфюмерами. И вот, кажется, последняя версия – это как раз-таки парфюмер Томас Фонтейн. Просто обожаю этот аромат. Он для меня идеален для холодной погоды. У нас дело в том, что уже, как обычно, в этот период идут нескончаемые дожди. Очень мерзкая, противная погода. Да, несколько раз выглядывало солнышко, но оно не ощущается, когда потом сутками-сутками идут дожди. В сердце пирамиды очень известный аккорд Роза Пачули, который может оттолкнуть до пирамиды такого аромата, может оттолкнуть нелюбителей этого аккорда. Я, как таковой являюсь я, но, на мой взгляд, этот аромат несёт совершенно другой посыл, нежели Роза Пачули. Этот аромат нужно послушать, ребята. Я уже говорила в каком-то из видео об этом аромате, что если бы я прочитала пирамиду этого аромата, я бы никогда не пошла его даже тестить. Но хорошо, что я послушала сначала этот аромат, не прочитала пирамиду, потому что он совершенно о другом. Это прежде всего сладкие медовые смолы. Это аромат очень приятных, очень восточных каких-то благовоний или масел, не знаю, в ореоле приятной винтажности. Да, здесь присутствует и пачули, но лишь для того, чтобы дать аромату больше, придать выразительности, глубины, что ли. Розы не ощущаю совершенно. Очень легко сложен. Не в плане, что он сложен из лёгких нот, нет, наоборот. Но все ноты между собой очень легко сочетаются, и вы легко ощущаете этот аромат, и он очень-очень красиво звучит с тёплой одеждой, у него такой обволакивающий эффект. Как я вам тоже уже говорила, он прекрасно сочетается этот аромат с мехом, такой аромат для шубы. Кизмет от бренда Любен. Среда, ребята, и мои белые цветочки. Аромат флёр ноктюрн от бренда Изабей, парфюмер этой композиции Жан-Жак. Аромат 2009 года выпуска, довольно-таки старенький, скажем. Аромат, который очень долгое время был моим парфюмерным я. Я по-прежнему отношусь к нему с каким-то трепетом, как будто бы боюсь обидеть. Но, наверное, с моим восприятием произошла какая-то эволюция, что-то поменялось. Может быть, я немножечко устала от него, ну вот как-то даже, могу сказать, охладела. Бывает у меня такое не в первый раз, уже происходило с другими ароматами. Этот аромат я носила в разные сезоны, ребята. Конечно же, наверное, чуть меньше летом, чуть больше в холодное время года. Это ода женственности, какой-то французской элегантности. Один из красивейших, на мой взгляд, ароматов на тему белых цветов. И, в частности, жасмина. Очень цельная композиция. С такими фруктовыми оттенками на старте. Хотя, наверное, это больше такие фруктовые цветы, фруктовое цветение. Потому что очень-очень элегантный старт уже с самого начала. В сердце Гардения, жасмин, магнолия. Очень красивый цветочный блок, где чуть больше, наверное, слышно жасмин, как мне кажется. Он иногда даже чуть-чуть индолит. Чуть меньше слышно, но всё же присутствует Гардения, потому что она своим таким вот каким-то присутствием добавляет обволакивающий эффект жасмину. Магнолию я не слышу в этом аромате. Я не очень хорошо определяю магнолию в парфюмерии, в базе пачули и ваниль. Это шикарный аромат, ребята, романтичный. Немного с печальным посылом, как мне кажется. Но один из красивейших у этого дома. Изабей Флёр Ноктюрн. Четверг, ребята, и аромат Killian Straight to Heaven. Как вы, интересно, переводите это название аромата? Я думаю, это, наверное, вперёд к небесам, как-то так. Но когда ты говоришь вперёд к небесам, у тебя сразу рисуется такой лёгкий, прозрачный, воздушный какой-то, да, аромат. Это не об этом. Straight to Heaven был выпущен в 2007 году. Сидонил Ансессер, автор этой композиции, заявлен как аромат для мужчин, и многие его считают мужским ароматом, но для меня это равноправный унисекс, ребята. Хотя у меня был такой период, когда я перестала замечать мужскую направленность в ароматах, наверное, на первом сам курсе парфюмерии, когда мы изучали ноты пачули, древесные ноты, ноты кедра, лаванду, да. Ты столько раз их обоняешь, что восприятие теряет какое-то ограниченное убеждение о ноте, что эта нота может быть только в мужской парфюмерии, либо только в женской. Вот, например, даже нота пачули, которую я изначально считала, ну, такая землистая нота, подвальная, сырая. Чем больше ты её слушаешь, чем больше ты выявляешь какие-то тонкости в этой ноте, тем она более богатым таким раскрытием для тебя выявляется, да. Потом она становится для тебя не просто сырой и подвальной, она становится прохладной, шоколадной, кофейной. Это очень интересно. Поэтому какой-то вот внутренний стереотип при изучении, при глубоком изучении какой-то ноты, он ломается, восприятие меняется. Мне кажется, я ни разу не говорила вам про этот аромат в своих обзорах, да, наверное, нет. Хотя этот аромат у меня уже примерно год в коллекции находится. Это аромат про пачули. Это самые красивые, самые крутые пачули, как мне кажется, с несладким ромом. И вот эта вот алкогольность, она присутствует здесь с начала композиции и до конца. Это аромат про древесину также. Здесь есть мускатный орех, который очень тонко введен в композицию, поэтому такая вот чувствуется ненавязчивая пряность. Здесь есть сухофрукты, здесь есть табачные акценты. К базе композиция очень тонко обыграна жасмином. И вот поэтому он не грубый, в нем нет брутальности. Для меня этот аромат могут носить абсолютно все, даже молодые люди, молодые девушки. В нем есть какая-то такая вот клубность, что ли, ну, такой. Абсолютно для всех, абсолютно, не считая его мужским ароматом. Средняя стойкость у него. Несколько раз его носила и подтвердила для себя, что если вы хотите, чтобы он дольше держался, нужно либо много наносить, либо часто обновлять этот аромат. Очень люблю его. Мне бы еще к нему в пару вот в таком же флаконе intoxicated от этого же бренда Killian, и я бы была просто счастлива. Пятница, ребята, конец рабочей недели. Вы, на севере Италии, как я думаю, во многих странах в пятничный вечер, как и в субботу и воскресенье, большое количество людей выходят в ресторан на ужин, ходят в кино. Но даже если вы никуда не пошли, потому что в промозглую осень после работы не очень-то и хочется куда-то собираться, выходить, как-то нет особого желания после работы, и вы просто остались в кругу семьи, дома. Вот аромат Нобеля Milino 142 La Danza delle Libellule, мне иногда тоже заплетается язык, мне смотрю на то, что я живу в Италии 20 лет, ну уж очень заплетающееся название. Он прекрасно дополнит атмосферу домашнего уюта. Он был создан в 2012 году, этот аромат, Стефания Джаннино, автор этой композиции. Вы знаете, как чудесно обонять этот аромат, такой яблочной выпечки с корицей, кокосовой стружкой, ванилью. Я слышу здесь еще такой вот холодный сливочный аккорд, или такой кремовый, я не знаю, как будто бы белый шарик сливочного мороженого рядом с яблочным пирогом. Это очень деликатная гурманика, в ней нет чересчур сладких или пряных нот. Он неприторный, он недушный, он суперкомфортный, и даже, можно сказать, универсальный аромат. Такую гурманику можно рискнуть дарить. Он очень приятный, очень милый аромат. Я его очень люблю. Не так я его часто ношу, но вот иногда он прям такой создает атмосферу домашнего уюта. Суббота, ребята. Это один из самых, наверное, приятных дней, недели для тех, кто в особенности работает на пятидневке. Я выбрала себе женственный очень аромат дома Диор. Аромат называется Гри Диор. Франсуа Димаши – автор этой композиции. Как раз в честь 70-летия бренда аромат Гри Монтейн был переименован в Гри Диор. И с 2018 года входит в обновленную приватную линейку бренда. Это аромат пик элегантности, изысканности и шика. Аромат посвящен характерному для дома Диор серому оттенку. Это не просто сочетание белого и черного цветов. Это более сложная хроматическая композиция. И вы знаете, этот аромат передает своим характером серый оттенок. Он, на мой взгляд, очень минорный в звучании. Здесь бергамот, роза, жасмин, пачули, дубовый мох, сандал. Это шипровая композиция, не совсем простая, как и серый диоровский цвет. Роза здесь, ребята, влажная, такая с кислинкой бергамота, с землистостью пачули в таком темном дремучем лесу. Как мне кажется, вырисовывается для меня именно так. Но в собакупности все эти ноты и оттенки создают невероятно красивый аромат. Да, аромат про розу, но какая здесь роза. Советую очень нелюбителям розы в парфюмерии послушать этот аромат. Не могу сказать, что розы здесь простая, нет. Очень сложная, но настолько красиво изысканная, что может многим понравиться. Благородный аромат. Как сказала Диана Лалетина, я полностью с ней согласна. Аромат в стиле Old Money. Это у нас Gris Dior. Итак, воскресенье. И мы разнашиваем кандидата на покупку или кандидата на выбывание из игры. Ormond Jane. Аромат называется Tolo. Парфюмер здесь GESESCHÖN. Аромат 2002 года, ребята. Этому аромату уже 20 лет, и я только начинаю с ним знакомиться. Как жаль. У меня вот такой тревел-формат. Здесь 8 миллилитров. Ребята, это очень удобно. Особенно если вы любите носить с собой ароматы и обновляйте их в течение дня. Это еще и удобно, если вы куда-то перемещаетесь, куда-то едете на отдых. Здесь очень много жидкости, и он прям невесомый. Единственное, что стекло у бренда Ormond Jane, они используют стекло очень деликатное. Уже один такой вот тревел-формат, но другого аромата я нечаянно разбила. Очень хрупкое стекло. По количеству использованной жидкости уже понятно, что я это не первый день пробую этот аромат. Не первый раз его тестирую, и вердикт о том, что этот аромат все же нужен мне в коллекции, в полноразмерном флаконе, я приняла после того, как дала его, брызгнуете на кожу своей маме. Какой у него божественный шлейф. Вот это вот было уже такое вот заключительное, да, заключительное решение, что мне нужен этот аромат в коллекции. Толуанскому бальзаму посвящен этот аромат, да. Ну, во-первых, несмотря на то, что в пирамиде заявлены бальзам Толу, амбра, бобы тонко, еще какие-то смолы, аромат тонкий и полупрозрачный. Во-вторых, он стартует чудесным флёрдоранжем и мускатным шалфеем, и уже в раскрытии появляется также нота ландыша, которые, вот они успешно удерживают тяжелую базу на подпевках, не позволяя утяжелить композицию, перенасытить ее. Здесь все в гармонии, все как будто бы на полутонах, и несмотря на это, аромат очень стойкий, обладает таким тонким, красивейшим шлейфом. Прекрасное ощущение медовости Толу, да, вот такой сладости бобов тонко, мягкости, амбры. Они не гремят, но вот к ним как будто бы нужно немного прислушаться. Чудесная композиция. Жаль, что не познакомилась с ней раньше. Ормон Джейн. Аромат называется Толу. И вот вы знаете, у меня с этим брендом примерно та же история, как и с Пенхальгонс. В магазине я почти не чувствую эти композиции, поэтому советую вам, если у вас точно такая же ситуация, брать какие-то отливанты, пробники и слушать дома, разнашивать на коже обязательно. Ребята, на этом у меня все. Спасибо вам огромное, что вы досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, оно вам понравилось. Да, оно не несет какой-то смысловой тематической нагрузки. Его прекрасно можно назвать ноябрьской подборкой. Но если вам понравилось, я буду делать еще такие обзоры ароматов, которые ношу в течение недели. Пишите, пожалуйста, в комментариях, если знакомы с этими ароматами. Мне очень будет приятно почитать. Не забывайте подписываться на мои другие социальные сети Instagram и Telegram. И пользуйтесь моим промокодом на сайте парфюмерии косметики «Рандеву». Еще раз вам огромное спасибо. Всем пока. До новых наших встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова